Всегда на высоте. Элита вооруженных сил. В прошлом аэромобильные, а теперь, согласно указу президента, высокомобильные десантные войска. 2 августа официально отметили свой профессиональный праздник. Сотни людей со всей области, а также из других городов и стран собрались и в Запорожье. На каскаде фонтанов «Радуга» и у памятника афганцам вспоминают военные годы и чтят память погибших товарищей. Люди, которые прошедшие войну, прошедшие вот это все, эти штурмы, вот это все, они не могут просто так забыть. Мы всегда будем проходить к этому памятнику, знать этот день 2 августа и всегда будем его отмечать. Памятник афганцам на бульваре Шевченко для десантников – непростой монумент. Многие из них принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Два года в горячей точке провел и Виктор Николаевич. День ВДВ считает одним из главных праздников в своей жизни. День ВДВ для меня означает, потому что я служил с такими же полосатыми натурами, как я сам. Для нас не было никак. Бой значит бой. Люди в вашей профессии сильны не только телом, а и духом. Главное, что вы есть носителями той великой правды, которую знают ваши дети, будут знать ваши внуки, будет знать весь украинский народ. Поздравить воинов-десантников с праздником руководители области и города пришли не с пустыми руками. Александр Пиклушенко и Александр Син вручили областному и городскому объединению воинов-интернационалистов сертификаты на получение квартиры. Для нас большая неожиданность. Мы очень рады. Валерий Григорьевич, чтобы отметить свой профессиональный праздник на исторической родине, приехал сюда из Екатеринбурга. Говорит, для него 2 августа – особенная дата. Служба в десантных войсках закалила характер и многому научила. ВДВ привило мне все навыки мужского характера, мужской жизни. Вся служба, которая была уже очень много-много лет назад, она для меня жива, вот как сейчас, перед глазами. ВДВ – это всегда была элита вооруженных сил. Это была элита и в советских вооруженных силах. Они были костяком войск, которые участвовали в начале афганской войны и играли очень серьезную роль в самой войне. И эти ребята во многом приняли на себя наибольшую тяжесть ведения боевых действий. День ВДВ с таким размахом в Запорожье отметили впервые. Десантники гуляли до позднего вечера. На концерте все дружно поддерживали выступления запорожских коллективов и гостей праздника – Александра Маршала и группы «Любэ». Отмечаем замечательно, поздравляем всех ВДВшников с их праздником. Они молодцы, они нас защищают, мы в них верим. Также поблагодарить людей, которые организовали этот праздник. Это наш славный мэр города Александр Ченстанович Син. Это наш губернатор Александр Петлушенко. Спасибо Евгению Анисимову, который проспонсировал наше мероприятие. Всех с праздником, дорогие друзья! По традиции праздник завершился ярким фейерверком. А в планах на будущее у руководства города возродить фестиваль афганской песни. Говорят, возможно, его приурочат к Дню ВДВ и также будут проводить в начале августа. Концерт, отгремевший на радуге, называют первым шагом к осуществлению задуманного.